Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». На нашем канале мы разбираем моторы, коробки и рассказываем абсолютно всё об запчастях. А также в «АвтоСтронг-М» вы можете купить качественные запчасти, которые мы привозим из Европы с честной ценой, быстрой доставкой и гарантией. А прямо сейчас будет разборка маленького оригинального двигателя от Smart второго поколения. Встречаем! Субкомпактный автомобиль Smart поступил в продажу в ноябре 2006 года. Это был добротный автомобиль по сравнению с предшественником. В нем было доработано много недостатков, которые присутствовали в первом Smart. Под капотом, точнее сзади над осью, расположились новые двигатели. Если у предшественника двигатели были 600-700 кубических сантиметров, то у второго поколения литровые двигатели, причем один из них с турбиной. Все двигатели по-прежнему имеют по три цилиндра, но сами агрегаты абсолютно новые. Если для первого поколения их разрабатывал концерн Daimler, то для второго уже Mitsubishi. И что самое интересное, двигатели Mitsubishi в два раза долговечны. Если двигатели от Daimler ходили 100-150 тысяч, то двигатели Mitsubishi ходят в два раза больше. Данный двигатель имеет алюминиевый блок с открытой рубашкой охлаждения, цепной привод ГРМ, фазовращатель на впускном распредвале, гидрокомпенсаторы в данном моторе отсутствуют. В оригинале данный двигатель имеет обозначение 3B21 либо же в каталогах SMART M132. Сегодня мы будем разбирать двигатель, снятый со SMART 2009 года. Двигатель подвешен на трех опорах с резиновыми демпферами. Демпферы изнашиваются к пробегу 100 тысяч километров. И тогда по кузову разносятся вибрации работающего двигателя. Демпферы лучше менять все вместе. Рано или поздно они все потребуют замены. Есть несколько причин, по которым двигатель SMART не заводится. Это окисление контакта на массу. Контакт находится под ногами пассажира возле аккумулятора. Еще одна причина, почему двигатель может не заводиться, это поломка актуатора сцепления. К сожалению, у SMART второго поколения ресурс актуатора в два раза меньше, чем у SMART первого поколения. Ну а если двигатель не заводится на горячую, то, скорее всего, проблема в датчике положения коленвала. Бытует мнение, что дома он пьет чай из задранного поршня. Итак, встречаем Павел. Мы начинаем нашу разборочку. А сейчас будет очень интересно. С сентября 2008 года вот такие литровые атмосферные двигатели оснащались микрогибридной технологией. То есть в этих двигателях нет стартера, а функцию стартера выполняет стартер-генератор. Как и любой генератор, он соединен ремнем со шкивом коленвала. Эта технология работает как система старт-стоп, то есть когда автомобиль едет со скоростью меньше 8 километров в час и нога на тормозе, то глушит автомобиль. А когда нога с тормоза снимается, автомобиль заводится. Эта система отключается при маневрировании на парковке. В принципе, вы ее тоже можете принудительно отключить, если она мешает вам при движении в пробке. В целом такая технология позволяет сэкономить до 1 литра топлива на 100 километров. Однако микрогибридные смарты на вторичном рынке дешевле, чем обычные, потому что система оказалась хлопотной. Ее репутацию испортил инженерный просчет, потому что подшипники вала генератора не смогли выдержать сильного натяжения приводного ремня. Довольно скоро, уже к 2010 году, проблема стала массовой. Подшипники изнашивались, что приводило к перекосу ротора и шкива. При этом возникает ряд проблем. Естественно, из-за перекоса шкива изнашивается ремень навесного оборудования. Он изнашивается с одной стороны. Сначала он издает звуки, а потом может порваться. Если он рвется, то надо менять и ремень, и ремонтировать стартер-генератор. Причем для этого специально существует ремкомплект. В ремкомплект входят новые подшипники и новый смал. Во-вторых, если ремень будет проскальзывать либо оборвется на ходу, то перестанет поступать зарядка на АКБ и перестанет вращаться помпа. Если помпа перестанет вращаться, значит перестанет циркулировать антифриз в головке и блоке. И если вовремя не заметить лампочку, которая показывает об отсутствии зарядки, то можно за 2 минуты перегреть этот мотор. Головку блока скрутит, антифриз и масло начнут смешиваться из-за негерметичности прокладки ГБЦ. Также из-за перегрева может повести блок цилиндров. В общем, за пару минут этот двигатель может реально погибнуть из-за перегрева. В-третьих, микрогибридный двигатель Smart плохо запускается при низких температурах. В зависимости от износа ремня и биения генератора это может происходить и при нуле градусов. То есть генератор будет крутиться, а ремень будет стоять на месте. При этом будет слышен скрип и шелест скольжения шкива генератора по ремню. Что только не делали и не делают владельцы Smart, чтобы сделать ремень эластичным. Они и обливают его горячей водой и заворачивают в грелки. Либо же покупают новый оригинальный ремень, который первое время нормально справляется с морозами. Решить данную проблему инженеры пытались в несколько этапов. В 2010 году они предложили усиленный углеволокном ремень. Затем они предложили шайбы для выравнивания генератора. Для более надежного крепежа они предложили стальные болты и втулки. Бывало, что сильно вибрирующий из-за радиального биения стартер-генератор разбивал вот это свое крепежное ушко. Из-за этого несчастным владельцам Smart приходилось раскошеливаться на всю переднюю крышку двигателя. И точку в устранении этого косяка поставил ремкомплект и новый укрепленный генератор. Мотор у нас 2009 года, а генератор конец 2013 года. То есть владелец в Европе уже потратился. Поэтому этот генератор без люфтов и ушки все целые ждет вас в «АвтоСтронг-М». И если решить проблему со стартер-генератором, то проблем в этом двигателе практически нет. Поэтому разборка закончена. Шутка, не переключайтесь. Дроссельная заслонка с электронным сервоприводом и датчиком положения. Обычно она никаких проблем не вызывает. Но если двигатель стал работать неровно на холостном ходу, то следует эту заслонку просто почистить. «АвтоСтронг-М» Между легкосплавной клапанной крышкой и свечными колодцами есть вот такие резиновые уплотнительные кольца. Обычно они при пробеге в 100 тысяч километров дубеют и начинают пропускать масло. Масло попадает в свечные колодца и тогда возникают пропуски зажигания. Два распредвала, три цилиндра, 12 клапанов. По состоянию все отлично и никаких лаковых отложений. Кстати, вот эти уплотнительные колечки еще очень даже неплохи. Фазовращатель здесь один и выполняет свои функции только на холостых оборотах. Когда вы нажимаете на газ и до отсечки, то изменения фаз не происходит. Фазовращатель никаких нареканий не вызывает. Управляется классическим золотниковым клапаном с соленоидом. Посмотрите, все чисто, никаких соринок и никаких отложений. Благодаря японским инженерам на этот маленький мотор они поставили надежную помпу с металлической крыльчаткой. Двигатели были спроектированы инженерами Mitsubishi, но некоторая часть этих моторов собиралась на заводах Hitachi. Поэтому пусть вас эта надпись не смущает. В передней части крышки находится маслонасос с редукционным клапаном. Этот узел никаких нареканий в этом двигателе не вызывает. Кроме того, в крышке есть вот такое смотровое окошко, через которое виден натяжитель цепи. Двигатель оснащен бесшумной пластинчатой цепью. Ее ресурс очень хорош. Она легко ходит более 200 тысяч километров. И вообще мы никогда не слышали о ее растяжении. Диаметр ножки штока клапана на двигателе 1.0 5 миллиметров. Но, видимо, этой толщины недостаточно, потому что бывают случаи, что клапаны ломают. Тепловые зазоры на этом двигателе надо проверять каждые 90 тысяч километров. Но, как правило, данный двигатель не нуждается в регулировке тепловых зазоров на протяжении 200 тысяч километров. Тепловые зазоры здесь регулируются самым неудобным и дорогим способом, то есть подбором толкателей стаканчиков. Для этого надо снимать два распредвала. Но есть такие умельцы, которые ради экономии подтачивают пятаки, подтачивают шток клапана. Следующие владельцы и сервисмены будут им очень благодарны. Ну что, Паша, снимем голову этому мотору? Нет, я сам справлюсь. Я сильный и независимый. Проблемы с данной маленькой ГБЦ не возникают, разве что двигатель перегреть. Но следов перегрева и пробоя прокладки мы здесь не наблюдаем, а наблюдаем следы масложора. Хвалили мы этот двигатель, хвалили, но и здесь следы масложора плюс задиры. Блок гильзованный, сам блок и гильзы танкостенные, поэтому отремонтировать, то есть перегильзовать не получится. Вот этот поддон на автомобиле находится вот в таком положении. Вот это маслозаборник, а вот это сеточка грубой очистки. Некоторые сервисмены допускают ошибку. Они слишком сильно закручивают этот болт. Здесь образуется трещина и отсюда сочится масло, поэтому поддон постоянно влажный. Вы не поверите, но двигателю Smart второго поколения не свойственен жор масла, что выгодно отличает его от двигателя Smart первого поколения. Этот двигатель намного ресурснее и поршневая группа работает очень хорошо. В этот двигатель надо заливать масло Mercedes с допуском 229.5 и менять его каждые 10 тысяч километров. Но мы вам сегодня доказали, что такие проблемы случаются. Но посмотрите, какой трэш творится на нашем экземпляре. На жировом поясе нагар, на перегородке нагар, маслосъемные кольца закоксованы и неподвижны. Но вкладыши в нормальном хорошем состоянии. Беда и огорчение. Потеря потерь. Такого мы от этого мотора точно не ожидали. Посмотрите на эти два задранных вкладыша. Скорее всего это произошло от сухого трения. Коленвал начал их кромсать на фольгу и наматывать на шейки. Очень неожиданно, но сегодня мы вам можем наглядно показать задранные шейки. Разборка закончена и сегодня мы планировали рассказать вам практически об идеальном двигателе. Но случайности тоже случаются. Походу этот двигатель доезжал в свои последние дни на сухую. На сухую мы знаем это плохо. Обязательно подпишитесь на наш канал, если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все. Заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти по отличным ценам и с гарантией. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».